Какую реакцию можно ждать от украинского руководства? Вы скорее рады? Как это повлияет на ход боевых действий? Мы безэмоционально воспринимаемся, что касается Пригожина. Единственное, мы с некоторой эмоцией такого ощущения, хорошего ощущения восприняли мятеж, который, правда, был не завершен надлежащим образом. Но, тем не менее, для нас это принципиальную ситуацию не меняет. В данном случае мы видим то, что в самой России процессы обостряются, процессы взаимного недоверия. Очевидно, что одним заказчиком подобного эксцесса авиакатастрофы мог выступить только исключительно человек, репутацию которого, по сути, Пригожин обнулил в свое время, я имею в виду, в июне, ровно два месяца назад, 23 июня, сегодня 23, ну и уже 24 августа. Но, тем не менее, тем не менее. Значит, безусловно, он обнулил репутацию, он, безусловно, загнал Путина в страх, необычный такой животного уровня страх. И понятно же, что Путин, исходя из его психотипа, должен был добиться определенной сатисфакции. Вот он ее в своем классическом стиле, демонстративном, вызывающем, абсолютно четко показанном, как информационное сообщение. Читайте по губам, условно говоря, любой, кто будет проявлять предательство подобного типа, Пригожин считался близким в свое время к Путину, будет таким образом ликвидирован. Для меня здесь, знаете, важен вопрос другой. Для меня важен вопрос, под какие именно и по чьи именно гарантии Пригожин столь безопасно существовало два месяца. Вы же видели, да, он и в Питере был во время саммита Африка-России, он постоянно в Москву летал, он постоянно был на встречах с разными представителями, правда, среднего звена российской военной элиты. И, соответственно, в Питере себе спокойно жил, соответственно, мог вывозить те или иные ресурсы. Периодически начинал обратно возобновляться как медийный персонаж. Вы видели его заявление по поводу того, что мы там и в Белоруссии работаем, и еще где-то работаем, и в Африке работаем и так далее и тому подобное. Для меня здесь загадка, чем именно он гарантировал себе. Ну, то есть трудно поверить, что он всерьез воспринимал слова, например, Лукашенко или Дюмина там или еще кого-то и так далее и тому подобное. Понимая, опять же, психотип Путина, прекрасно его знает и так далее. То есть должны были быть какие-то материальные носители, которые гарантируют, материальные, подчеркиваю, гарантируют Пригожину неприкосновенность. Ну и второе для меня странность – это то, что в одном самолете с Пригожиным, с человеком, который является слишком медийно унижающим Путина, и его нахождение среди живых долгие вот эти два месяца действительно существенно наносили удар репутации Путина как человеку злопамятному, жесткому, которого нужно бояться. Вот почему в этом самолете находился Уткин, который крайне осторожный человек. Вот два таких, скажем для меня, пока загадочных вопроса, на которые надо будет искать ответы. Возможно, просто хотели решить вопрос с устранением этих самых наемников. Вот пока всех не перевезли в Беларусь, пока не обеспечили их такой комфортный уход с российской территории, пока их не залили деньгами, пока их семьи не залили деньгами, Пригожиным не выбирали на всякий случай, потому что эти самые карманные чувакашники, бывшие зэки, бывшие убийцы, пока эти самые карманные чувакашники не будут абсолютно контролируемы и не подпишут контракт с Минобороном. Может быть, просто боялись повторения вот такого бунта, если убьют их лидера и их главу. Давайте чуть порассуждаем, ну для того, чтобы причина следствия – это важная вещь. Смотрите, когда ты начинаешь мятеж, ну ты же понимаешь, на что ты идешь. Имеется в виду, ведь Пригожин не один начал какое-то протестное движение, он взял вооруженных людей, более 5000 людей, которые достаточно долго вместе работали, были синхронизированы, то есть они понимали друг друга с полуслова, они понимали мотивации. И когда вот эти 5500 посли маршем сначала на Ростов, потом на Москву, понятно, что эти люди точно понимали, что это игра против государства. Подчеркиваю, против специфического государства, которое выступало заказчиком. Они точно знают специфических услуг, то есть устранение оппонентов, массовые убийства, захваты чужих территорий, перевороты государственные, захваты чужих бизнесов и так далее и тому подобное. Когда ты против такого государства выходишь, ты несомненно предполагаешь ответный удар. Абсолютно точно. И для меня опять же непонятно. То есть они проявили свой инфантилизм, когда за 200 километров до Москвы остановились. Потому что в таких ситуациях ты должен либо-либо, либо идти до конца, либо, соответственно, понимать, что на тебе стоит уже метка смертника. Это очевидно. Но если, допустим, Пригожин, еще раз подчеркиваю, это человек такого медийного больше плана, спекулятивно-медийного, человек, который там имел определенный бэкграунд, биографический и так далее, то там же были офицеры, бывшие офицеры спецслужб, ну, в том числе тот же Уткинг, которые точно понимали, как будет развиваться дальше событие, что их никто не отпустит живыми с этой истории. И наоборот, когда я предлагаю такие, знаете, малиновые условия, типа вы поедете в Беларусь, вас никто не будет трогать, у вас будут заказы, у вас будут деньги, мы вам все вернем, мы опять же подпишем с вами через другие компании, опять же, заказы на работу, например, в Нигерии, работу в той же Буркина-Фасо, или работу по золотому треугольнику Центральной Африки, чтобы блокировать там какие-то интересы европейцев или американцев, и так далее, и тому подобное. Они абсолютно точно должны были понимать, что это все забалтывание, то есть это все отстроченный смертный приговор. Вот он начинает, сейчас его начинают исполнять. И смотрите, тут же очень важно, что те же вагнеровцы, остатки, я имею в виду командирский состав, тот же совет командиров, они должны это осознать. Они будут все, несомненно, устранены. Вот это демонстративное устранение, это конкретно им сказали, что у вас нет ни одного шанса подписать контракты с Минобороны, о чем-то, даже если вы их уже подписали. У вас нет ни одного шанса остаться в живых. Почему? Потому что главный человек, которого вы обнулили, это Путин. Это человек, который в любом случае доведет свою личную месть до финала. И мы с вами будем видеть, возможно, не столь демонстративные, но еще десятки подобных инцидентов. То есть, по крайней мере, вот все, что касается совета командиров, все, что касается ближнего круга того же Прибожина, или я бы сказал, скорее ближнего круга того же Уткина, они все сегодня с метками. Знаете, какой интересный персонаж мне сейчас важен, за которым нужно последить? Это Мизинцев, помните, такого замминистра обороны, который перешел, собственно, замом Уткина как раз за полгода до всех этих событий, соответственно, занимался обеспечением Вагнера, в том числе и финансовым обеспечением, и так далее. Вот будем смотреть сегодня за тем, что произойдет с этим человеком. Ну, я бы господину Мизинцеву посоветовал уже пересекать границу, ну, хотя бы там с Финляндией, не знаю, где он находится, с Казахстаном, но во всяком случае не быть в ближайшем доступе к российским силовикам, потому что боюсь, что ничего хорошего господина Мизинцева не ждет. А отставка Суровикина официальная, как вам кажется, это все звенья... Мне кажется, что с господином Суровикиным, я так и назову, да, с элегантностью, поработали медикаментозно, и на сегодняшний день он, скорее всего, выглядит как такой себе полуовощ. Я прошу прощения за терминологию соответствующую, и, соответственно, он уже не дееспособен в таком классическом, даже не в юридическом, а в физиологическом смысле. То есть, мне кажется, что все эти люди, которые проявили максимальную нелояльность, максимальную нелояльность с действием, прежде всего, соответственно, они все будут выщелканы из элит как таковых. Но это все, несомненно, приведет к обрушению, потому что Путин сегодня перешел через все... По отношению к элите, то есть, по отношению к международному праву, мы прекрасно с вами понимаем, что он уже давно все перешел. По отношению к каким-то общечеловеческим, гуманитарным, гуманистическим ценностям он давно все перешел, и так далее, и на внутреннем рынке, и на внешних, тем более, рынках, и так далее. Объяв войну, полномасштабную войну в Украине, это, в принципе, человек пошел на масштабные военные преступления. Тут не о чем говорить. Но с элитами, в том числе с криминальными элитами, с военными элитами, или даже, скажем так, с криминально-силовыми элитами, у него была определенная договоренность, определенная красная линия. Вот сегодня он обозначил, что красных линий больше нет, он будет всех постепенно уничтожать. Почему? Потому что он, еще раз подчеркиваю, он еще сегодня находится в состоянии абсолютного аффекта. Он и не вышел из состояния страха, в который его загнал тот же Пригожинский мятеж. Он из него уже и не выйдет. И, соответственно, он будет постепенно увеличивать количество эксцессов по отношению к тем или иным представителям элиты, потому что он абсолютно точно во всех их сомневается. Ну, только, наверное, не сомневается в таких абсолютно беззубых и абсолютно недееспособных, как тот же Медведев. Ну, просто он не является субъектом. То есть Медведев, это же не субъектный игрок. Это там, ну, скажем, такую функцию шута выполняет. Не будешь на него там тратить ни ресурсы, ни эмоции и так далее. Путин и не тратит на него ресурсы и эмоции. Этих, людей, которых он может опасаться, он будет тратить и ресурсы, и эмоции. Поэтому мне кажется, что сегодня начинается такой очень важный период. Это внутренние смуты. То есть когда люди начнут друг на друга подозрительно смотреть, начнутся внутренние доносы и начнутся какие-то странные смерти или исчезновения именно внутриэлитные. Ну и Путин будет, конечно, идти на разрушение альтернативных силовых центров. То есть он попытается все взять под контроль, а это невозможно, физически невозможно. И так далее. Я имею в виду те же частные военные компании, которые сегодня постепенно создавали государственные компании, госкомпании, создавали территории даже и так далее и тому подобное. Это интересный период времени. Будем смотреть сегодня за событиями, которые касаются, скажем так, комментариев представителей элит, потому что они должны четко понять, демонстративно именно. Я еще раз подчеркиваю, здесь важно не просто устранение Пригожина, а демонстративное устранение. Да, это важно. Ну да, действительно, пахан в стране должен быть один. Он позволил главный пахан, верховный пахан, развиться еще каким-то псевдо-паханчиком. И вот теперь этих псевдо-паханчиков радостно устраняет. Как вам кажется, кто может возглавить эту сверхсиловую структуру, о которой, видимо, сейчас грезит Путин, и не убьют ли его? Это какое-то дело врачей, на самом деле. Конец Сталина. Я думаю, что так и будет. То есть тут некому возглавить, потому что все начинают внутренне понимать, что они становятся гиперфаворитами. Даже не дело врачей, а скорее дело Берии, который, в принципе, сам себя потом обозначил преемником, ну и очень быстро закончил. Вот ощущение преемничества через силовика это Путина начинает изнутри подрывать. Он не доверяет абсолютно точно, по его модели поведения видно, абсолютно не доверяет Патрушеву, он считает его максимально нелояльным. Это несомненно, он абсолютно не доверяет Золотову, он считает его, ну, возможно, Золотов готов был бы быть преемником, потому что он несколько проще, нежели тот же Патрушев, не настолько внутренне интрижен и так далее. Но я, честно говоря, даже не вижу, кто мог бы гарантировать Путину спокойствие. Я таких людей, в принципе, не вижу. Мы же не берем с вами в расчет, например, двойку, которая сегодня, в принципе, на некоторое время доминирует среди классического генералитета, это Шойгу, Герасимов, они несостоятельны с точки зрения стратегии игры на полгода, на год вперед. То есть это тоже люди, которые выведены, в принципе, уже в расход, просто они еще физически этого не понимают. Ну или там интеллектуально они способны осознать, что, в принципе, они пойдут по пути Пригожина в том числе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова